Как на всё найти время, и как его не потерять? Современные условия диктуют довольно жёсткий ритм жизни. А как в этом ритме и мире живётся женщине? Хватает ли сил и времени на себя? Какие тайны хранит женщина? И готова ли она открыть их? Я попробую это узнать, пообщавшись с героинями проекта. Эти леди всегда в деле. Они успевают всё, находят время и на себя, и на тех, кто им дорог. И формулу счастья и успеха этих женщин я постараюсь найти. А знаете, есть в жизни такие истории, после которых многое осознаёшь заново, переосмысливаешь. Такова история моей сегодняшней героини программы «Леди в деле» Светланы Паршиной. Она о многом заставляет задуматься. А началось всё довольно обычно. Жила-была девочка Света. Она любила танцевать, занималась спортом, хорошо училась. Всё у неё было замечательно. Всё должно было сложиться совершенно правильно. У девочки была крепкая опора, семья, где её очень любили. И этого для начала очень даже достаточно. Пример папы стал ведущим, и маленькая Света выбрала серьёзную профессию. В Баунку я пошла не случайно. По складу моего образа мышления я технарь. Меня всегда привлекал и мир техники, цифр. Папа работал в космической отрасли, и я грезила космосом. Конечно, она о многом рассказана. В школе и в институте мне легко давались и математика, и физика, и черчение. Что мне очень не помогло в жизни. Потому что эти науки учат логически мыслить, анализировать, всё просчитывать, принимать верные решения в сложных ситуациях. Всё это пригодилось Светлане в дальнейшей жизни, и в профессии, и в общественной работе. После института 10 лет она трудилась над с ней Машей в Королёве. Сначала простым инженером, потом инженером-конструктором. Очень любила свою работу. Но, по признанию, не стремилась делать особую карьеру. Главной тогда была семья – сын и муж. Однако наступили 90-е, а это очень тяжёлый период, как в финансовом, так и в человеческом плане. Потом началось повальное увольнение сотрудников, но Светлана не осталась без дела. Тем более наступило время отдавать сына в детский сад. И пошла она туда работать нянечкой. Тогда люди с высшим образованием за что только не хватались, чтобы выжить. Потом ей удалось устроиться программистом в Московский университет потребительской кооперации в мытищах. Но жизнь тогда уже мамы, жены и взрослой женщины разделилась и надломилась. Очень сильно изменилась. В 1996 году Светлане сделали неудачную операцию на позвоночнике, после которой она утратила способность ходить. Врачи не давали никаких гарантий. Это был шок. Потому что рушились все планы, все перспективы, все надежды. Но надо было жить дальше. Ради сына, мужа, семьи. Преодолевать боль. Самое главное – не скатываться до чувства всемирной жалости к себе, которая очень захватывает. И тогда открывается сила. И появляется готовность поделиться ими с другими. Тогда несчастье сплотило семью. На руках был пятилетний сын, самый главный стимул продолжать борьбу. Были, конечно, и попытки встать на ноги, однако оказались они тщетны. Испытания, которые выпали на долю героини, очень сблизили ее с сыном. Но, к сожалению, муж не выдержал испытаний. Он ушел из семьи. Сейчас сын – главная опора Светланы и гордость. Он также, как и мама, закончил Бауманский университет, работает в лаборатории Касперского. К общественной деятельности, которой сегодня активно занимается Светлана, он относится с пониманием и уважением. Часто помогает. Как-то всю весну, как говорит она, в выходные вместе с ним они проверяли состояние городских тротуаров и пешеходных переходов. Составили карту. Сын спотографировал все недоступные места для инвалидов. Когда ты попадаешь в больницу, в реабилитационный центр, ты ищешь, хватаешься за всех специалистов, читаешь литературу. Конечно, ищешь, конечно, встречаешься. Конечно, ждешь помощи, но никто ничего не гарантирует. Работай, работай. Но когда уже повреждение спинного мозга, здесь разговоры короткие. Вся жизнь Светланы Паршиной изменилась в корне. Многому пришлось учиться заново. Но на то она и героиня, что не сдается в любом случае, как бы судьба не пытала на прочность. Конечно, все было. Через это проходят все. Через паники, нежелание жить и прочее, прочее, прочее. Но настолько, с другой стороны, хочется жить. Просто хочется. И пусть все очень изменилось, все же Светлана решила не сдаваться. Купила по льготной цене машину, получила права. Сев за руль, обрела хотя бы частично свободу и независимость. А еще ей помогли ее любимые танцы и спорт. Еще в школе она увлекалась художественной гимнастикой и бальными танцами. В хореографическом коллективе при Московском институте инженеров транспорта. В 2005 году она узнала о Центре социокультурной анимации «Одохотворение» при Департаменте семейной и молодежной политики, где впервые в Москве стали обучать танцам инвалидов-колясочников в стиле комби. Это когда один из партнеров без инвалидности. И уже через два года она стала серебряным призером открытого чемпионата в Белоруссии. А в 2012 чемпионкой России по спортивным танцам на колясках категории «Дуо». Это когда оба танцора на колясках. Это был очень чудесный период танца, музыки, красивых костюмах, что давало, конечно, мне уверенность в себе, что очень важно для человека с инвалидностью. Параллельно в 2007 году Светлана стала членом Щелковского центра адаптивной физкультуры, спорта и туризма «Спартанец». Руководители и тренеры Центра вообще удивительные люди, особые. Они посвятили свою жизнь трудной работе с инвалидами. Чтобы работать с ними, с нами, нужно столько терпения и терпения. Умение нужно понимать, прощать. Тренеры помогают найти свое место в жизни. Найти себя и реализовать. Порой людям с инвалидностью это дается очень непросто. Это как начать жизнь с чистого листа. Однако, слушая Светлану Паршину, героиню «Леди в деле», я еще раз поняла, главное найти себе то самое дело, а может быть и не одно. И тут Светлане помог ее любимый спорт. В определенный период она активно занялась новым паралимпийским видом спорта – керлингом. После побед нашей паралимпийской сборной на мировых олимпиадах многие реально осознали, что среди инвалидов талантов не меньше, чем среди здоровых, а их упорство и настойчивость просто поразительны. Светлана Паршина – яркий тому пример. Она стала чемпионкой России по керлингу, получив золото в составе сборной команды Московской области. За такие результаты я попала в штат Центра паралимпийских видов спорта Московской области спортсменом, инструктором. И за три года мне посчастливилось побывать и поучаствовать в международных соревнованиях дважды в Шотландии, дважды в Чехии. Я была в Швейцарии, Латвии. Нас отправляли на отдых и в Египет, и Турцию. Я увидела мир. Да, для меня жизнь заиграла еще были яркими красками. В одной из программ, где снималась Светлана, она призналась, что очень счастлива, занимаясь любимыми танцами, спортом. Тогда многие ее не поняли. Но как можно, спросили люди, которые столкнулись с той же ситуацией, что и моя героиня быть счастливой в инвалидной коляске. А ведь понятно, что это состояние тогда просто переполняло женщину. И она была невероятно счастлива в тот момент от ощущения нужности, от понимания, что она прекрасна и может танцевать, несмотря ни на что. Это ощущение счастья остается у нее в душе. Я иногда думаю, вот я, если бы осталась, так же работала инженером, семья была, ну, может, еще родила детей бы. Наверное, так бы работала, ходила с дома на работу, на электричку. А вот стала инвалидом, а жизнь-то стала у меня интереснее. Да, она тяжелая, но она настолько интересная у меня. Не потому, что то ли, может, мне повезло, то ли я попала в ту струю, в которую надо было попасть. Я нашла, я искала, я нашла. Она искала, она не сдалась, она выиграла. Как важно, что изначально заложено в нас. Воспитание, примеры, качества. Светлана Паршина спортсменка. Спорт дал ей волю и силу. Она инженер. Это помогает логически решать возникающие задачи. Она советник главы по вопросам доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но сама она ничем себя не ограничивает, стремясь помогать, превозмогая и преодолевая этот безумный и порой жестокий мир. Ее личное участие помогло в реализации программы «Доступная среда» при строительстве второй областной больницы. Больница доступна. Все корпуса имеют входную группу, очень удобные, удобные пантусы. В каждом корпусе есть просторный туалет, который сделан по нормам. Там необходима сантехника по ручне. И, что самое главное, на первом этаже в урологическом отделении в терапевтическом корпусе есть уже двухместная палата, специализированная, с душевой, с туалетом, тоже по всем нормам. Это так радует. Есть новый лифт в хирургическом корпусе. Недавно губернатор приезжал, осматривал больницу, остался доволен. Светлана искренне радуется успехам в сфере доступной среды. Но и сегодня, говорит она, проблем немало. Она активно радует за оснащение железнодорожной станции «Воронок». Есть многое, что беспокоит. На данный момент станция «Воронок». Эта станция самая многочисленная по пассажиропотоку в Щелковском районе. А у нас их девять станций. К сожалению, до сих пор у платформы, которая из Москвы, нет асфальтированной дороги, нет тротуара пешеходного, нет пантусов на платформу и нет разрешенного, разрешенного и благоустроенного пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе теплосети. То есть та масса народа, которые переходят этот переход, они даже не имеют права ходить там. Мы весь 19-й год и конец 18-го встречались вместе с администрацией, с администрацией, с руководством РЖД, писали протоколы, писали запросы и в РЖД, и в ЦППК. Это центральная пригородная пассажирская компания. Пока никаких результатов. Но в этом и есть залог постоянного стремления не останавливаться. Работы много, ее нужно делать. Только вперед. Преодоление – вот один из главных ингредиентов формулы счастья Светланы Паршиной. И в этом преодолении она нашла себя, она реализовала себя и помогает другим. Редактор субтитров А.Семкин